вас не видно вот так видно да теперь видно хорошо добрый день слава христу не услышим слава христу говорю у нас приветствие такое у меня к вам есть небольших опять вопросов давайте начнем с самого простого как решить вопрос с матом я 83 года я ни одного мата не сказал хотя работал с заключенными в тюрьме был и нигде не сказал страх божий зачем осквернять свою речь антон павлович чехов писатель говорил скверное слово это низость и убожество души а владимир владимир маяковский говорил так пусть фронта борьбы поступает с водки что вышли победителями из боя злого не выпито ни единого стакана водки не сказано ни единого бранного слова я говорю как возьми прожарь на огне его иголку или к создать булавку и как только заматерился язык высунь положи его на клеенку и проколи один раз сам себя накажи и все больше не будешь а его не надо отращивать она сама растет она растет если ты мужчина не кастрированный не евнух она должна у тебя быть борода бороды нету разговаривать не с это садомиты проклятые мужик на мужике женятся им одна надо чтобы без бороды был чтобы больше походил на женщину я вам обрадобрить я скидывал материал я видела ну все это не выдумка какая-то бог так установил ты мужчина вопрос снял это твоя власть над женщиной она должна видеть что ты мужчина а не какой-то хлюпик вольному воля вольному воля поэтому сектанты папа римский там все без борода это у православных этого нет пройди по иконам посмотри пророки апостолы христос все с бородами да и так понятно бог установил потому его картина его образ чего радио скоблить то кому она мешает наоборот она по скроет у меня гланды никогда не болят она прикрывает а в нато какие-то там где-то в разных странах эти военные одни с бородами другие без бород количество которые вернулись нераненными в несколько раз больше у бородатых оружие ни разу не было чтоб застряла они до того удивлены опыты проводились а почему пока не объяснена самостоятельность посмотрите мусульмане какие они бородаты как они выглядят мужественно у меня никогда вопрос этот не возникал я даже на военном билете с бородой так это 62 год тогда вообще об этом нельзя было говорить а сказал бороду не трону больше все слово нравится это вставил сатана я не надо нравиться бог мог сделать тебя другим ниже ростом глаза не такие бы брови не такие а он таким создал еще с богом говорить бог меня таким создал и в малом верь над многим поставит бог меня так поставил установил и я так и живу вид у меня бит тот который бог сотворил а когда бреется это это не божий вид это неверный человек он пытается божью картину подправить а если борода не растет не растет другой вопрос не растет на нет и спроса нет но она растет если она не растет так бритву то выбрось зачем тебе ее держать не обманывай себя в бог богом нельзя играть я сказал я поверил все господи со старым покончено все бросаю близко нету и все которое не допито вино все разбей в дребезги наступи на это не один наркотический шприц чтоб дома не был речь про бороду именно про то что она частично растет частично нет да не надо не разговаривать зачем тебе смотреть как она растет не трогай и все на этом конец не надо смотреть не надо смотреть это бог усыновил то вы какие-то как игрушку играете меня бог сотворил такие были у меня волосы такие кудри кудрями вот такая волоса была как у отца ну и перед свадьбой невеста подошла и мне пальцами так это какие волосы красивые были это черепа то не было видно то так я ты еще за волосами моими смотришь я тут же пошел и по постригся и свадьба у меня вышла я как будто но призвали меня в армию я сразу снял с головы ты меня оцени по-другому я до господа живу самое ценное это моя верность христу все такие вопросы у меня никуда не делся вы понимаете вы библию считайте каждый день библия новый завет и ветхий ветхий завет по главе она вызовет подряд считает считай прониклись это бог говорит и его слова зафиксированы а вас и библию не любите не считаете ничего у вас не будет живи пей гури гуляй там плохо будет петельку на шее повешался и все вот что делается суицид придумали слова какие самоубийцы на первом месте в мире стоят страна вот ко мне уже в гости идут опять какие результаты должны быть от чтения библия какие что какие результаты должны быть от чтения евангелия а то все равно что слепому глаза зрение вернули вот слепой совершенно никогда не видел какое солнце какая земля родители и вдруг ему господь вернул зрение бывают такие чудеса ну что изменилось все изменилось и ты знаешь как жить это инструкция жизни библия направляет к вечность это жизнь временная ты не успеешь смог посмотреть как уже она кончилась я вот смотрю как будто я вчера бегал пятилетний а мне уже 83 года а то вы только смотрите думать старик а я себя таким не считаю мне будто бы 30 лет я в каждое дело везде берусь и делать надо уроки виду это библия открывает свет если библию не считаешь один день это ущерб огромный и вот меня было я занимался когда считать на английском на русском очень легко язык заучивать какой язык изучай смотри если бог не откроет никто не откроет все мимо понимания больше ничего не дает как помимо понимания больше ничего не дает как не дает жизнь мы на жизнь во сколько вставать каким быть как я буду жить какая у меня семья будет она на все показывает какая работа какие друзья как я буду умирать что будет за гробом она абсолютно на тысячи вопросов отвечает у меня по библии отвечено только на сайте на моем 4124 вопросах и меня когда признавая там лауреата нобелевской премии бывает они на меня смотрят как на картинку а я никто межгуманитарное даже образование но библия меня выделало число самых передовых людей это библия сделал то у меня сейчас только были занятия какие люди приходят первый раз я вижу как со мной мусульмане разговаривают я верю и твердо держусь этого и где вопрос какой я сейчас вот написал много я сейчас посылал вам то ли нет там кого я в черный список заносил какие слова посмотрите ну вот тем более а я еще пришлю сейчас я посылаю по 10 стихотворений каждому в мои стихи и ты посчитаешь о прочитай и когда ты уйдешь а там эпиграфы взяты без библии то еще бы сделал а там все проникнуто знанием писания ко мне обращаются люди самых высоких званий военные приезжают из кгб это у меня было когда советская власть рушилась что дальше делать я каждому дам ответ библия это все в мире есть одна книга библия и одна личность христоса ты учился в школе а что тебе это дало ты считать умеешь ты книги считаешь хорошо библия дает библия дает свет на все что происходило тысячи лет до и сегодня и что будет дальше до последнего часа мировой истории когда все часы мира в раз остановятся все мировая история закончилась будут трубы звучать ангельские мертвые поднимаются есть второе пришествие христа ролик такой возьми посмотри там показано как ресурс является как молнии бьют в гробы земля шевелится и все мертвые встают скелеты и сразу тело на них наращивается вот так и будет вот что библия дает у меня такая ситуация есть что у меня часто голова становится ватной вот и разница в том что производительность падает правильно это норма лишний вес поста нету а у меня не падает не падает у меня сейчас с коленями меня завтра повезут в краевую больницу узнать что у меня с коленями я сегодня поднимаюсь и опускаюсь я не сдаюсь я лезу голубям по большой лестнице туда сегодня едва едва зале ой даже встать нельзя не сдаюсь это мое мое тело я должен его удержать в норме вот и соответственно разница большая как вот уровне мышления так как бы и в уровне производительности в принципе физической интеллектуально физическая разница большая 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 часто провалы есть я не понимаю из-за чего конкретно не надо понимать надо делать я работаю на стройке у меня самая большая производительность до трехсот процентов выработка это я один за трех мужиков работаю и зарплата естественно такая большая а почему я ни одного перекура не знаю там поработать надо покурить посидеть у меня нет этого я как врубился сторож заходит это еще домой не идет я говорю сколько до 6 часов я даже не вижу как день прошел вот это жизнь который не стыдно другим показать вот о моей биографии сняты фильмы три фильма государственных один фильм он не полностью про нас предчувствие занял первое место на международном киноконкурсе а второй который за второе крещение руси или глаз попивающего занял первое место в россии документальные фильмы а почему там я с сеном вожусь на скотине даже детский лагерь как работают там плавая с детьми вместе на лодках просто так свободном полете я здесь что показать и люди интересуются никто не верит что мне 83 года так я еще сколько претерпел за слово божие еще у меня было как у меня выворачивали у меня и руки все тут выключены зависит именно такие вот помутнения наколдовать не могли что как наколдовать не могли помолись и все после молитва против наколдованного пост не ешь не пей и молись и у тебя все по-другому пойдет после молитва дьявола то не может терпеть у вас лишний вес сбить это ненужную ты же не свинья ты не медведь чтобы лежать лапу сосать не надо и приучись вот у вас речь так заторможенная и все вот хотел сказать эхо некой те это неприлично для юноши меня вот называют там оратор мне кафедра на площади я говорю ни одного эхо я никогда не сказал почему я в воле божией я обязан донести слово божие до людей а библии нет не считаешь ты никто мусор и твоя жизнь коротенькая будет и ничего в жизни не сделаешь какие молитвы нужно читать можешь своими голоса сам говори с богом как с вышестоящим начальником разговариваешь скажи господи я ничего не знаю ничего я слово божие то не люблю не считаю дай мне любовь к библии святой это твое слово вот так расскажи богу свою судьбу и скажи вот мне кажется я заболел не околдовали ли меня не было ли чего помоги мне мой господь господь тебя сотворил он не хочет твоей смерти он слышит и в конце скажи слава отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь закончить слава слоем христу и троицы святой библию считай прям сегодня возьми вы все еще не считаете еще же так прямо и не не никак это библию человек не любит он никакой потому что с богом не имеешь общение а без бога ты никто я вот библию учу каждый день считаю 60 лет 60 лет и мне все время кажется что я первый день я вижу одна из книг библии называется псалтырь и утром и читаем что молится вечером главная книга песней 150 песен какой большой шрифт какая она сама по себе большая книга видно нет вот так это псалтырь посередине всей библии обо всей библии в переплете 77 книг все знаю каждая глава стихи эпиграф какой взять я очень много читал там и чехова горького какие были лескова особенно много достоевского иностранных там разных писателей это развивает кругозор да слушай меня еще один вопрос вот страшно выставлять фотографию потому что у меня аккаунт рабочий в скайпе чтобы мне подумают вот то же самое вот принципе с фотографией вот вообще сложности я не знаю что с этим делать зачем вы думаете то об этом то мы идем по улице везде глазки за нами наблюдают все снимается еще будешь ходить просить чтобы убрали когда не идете написано здесь идет наблюдение в магазин заходишь везде написано наблюдение и все фиксируется а потом находят преступников а я буду думать меня снимают я иду дорогой с большими камерами люди остановятся чтобы мы до телевидения набираем вы кто такой я говорю лапкин это вы лапкин тогда у нас вопросы к вам политически я тоже им отвечаю и к вечеру уже стоит телевизор люди смотрят я иду мимо гора к краевой администрации а навстречу мужчина так прошел потом вернулся а вы не лапкин я говорю да лапкин а можно с вами сфотографироваться ну фотоаппаратом проходящему дали он меня ловят везде а я никто никто я имею значение только в глазах божиих и он позволяет мне работать я никогда не прячусь тебе надо ну пожалуйста а можно вам руки пожать пожалуйста жми нет у меня вот лишь нами у меня вот что такое ты когда себя запиши и посмотри еще что речь-то такая у тебя тягущее как на резиновым не надо наблюдать за собой сам себя ударь ударь вот так вот крепко смотри на меня вот так ударь что ты мышишь как бык опять туда замечал опять ударь сам себя сам себя и потом уже будешь останавливаться но и очки так и не разбей очки еще надо посмотреть надо вам носить или нет есть способы которые . избавляются это жданов владимир георгиевич профессор разъезжает он как раз показывает как это сделать как центрировать как там какое-то облепиховое масло и люди некоторые до больших результатов достигли ничего не сказал уже по фотографии меня беспокоит не то что видит а в том что мнение изменят мнение 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 раб чужого мнения мне это стыдно слышать на себя думал чтобы мне говорят я занес в черный список больше двадцати тысяч людей которые против меня шли и сегодня я посчитал только в скайпе вот здесь мы беседуем 1325 человек которые я занес черный список но это немного в общей сложности у меня тысяч тридцать оружие которая ну и что кто-то что-то скажет это раб чужого мнения меня интересует господь что обо мне скажет вот это да у меня так с прошлого города просто меня оклеветали там пару раз вообще не по делу не по делу не на макетным причинам вот и даже в новом городе каким-то образом там кто-то что-то узнал меня это конечно мало беспокоит но он стал факт если уж не мыщи только не мыщи а ну-ка следи за собой это сейчас по щеке брякну не надо смотреть на это они говорят что не болтает ветер носит и ничего не будет я перед богом а я в это время мысленно про себя молюсь кто что думает какой результат меня это зачем ты думаешь что об этом результат меняете какого результата нет уже подсчитал сколько еще от того что кто другой скажет и будет по-другому не будет я бы никогда ничего не сделал если бы думал об этом а я все время и дури где-то у меня слагается в голове и придут только успевая записывать а я бы думал что вам не скажут это не надо это ты сам себе придумал мучительно и узду надел никто вам не поможет тут никак нельзя это ты ребенок взрослый мужчина разве может об этом думать что ты сам себя калечишь прям со всеми по бороде абсолютно не какого-то борода просто показывает веришь ты или нет если не веришь бре и делай все закончил разговор еще раз говорят пустоту это как раз показывает что отделяешься от них от этих негодных людей убийц матерщинников мне 83 года ни одного мата не сказал я заключенными строго режима лагерь работал мне говорили в армии тебя научит не научили а я прораб мне несколько объектов зачем дурное слово никак я не говорю что ты будешь как он мне голуби летать держать голуби они тебе век не нужны такие люди которые мнительные у них ничего нету не скотина ничего нету жениться не могут а женятся разводятся почему а он никакой как коровья лепешка засохшая по воде несет качается корова оправится когда потом высохнет и вот такой вот человек подобен ему подобен воловью помету помет у помет у это называется на бухуга да так написано в библии ленивый подобен воловью помет у всякие посылающие его отряхнет руку зачем посылать он ничего не сделает а когда которые знают вот у нас в нашей общине один его я не знаю как там созвонились и сейчас там на востоке он инженер поехал там что-то строят и сразу же она пришла и говорит его забрали туда надо помолиться я каждый день молюсь о нем и он это чувствует и когда приезжает благодарит вы когда молились я чувствовал это вот у нас сообщение которое здесь идет вы вас в общении нету и там же считайте который материалы скинул то подсоединитесь на молитву выходите вы про прежнему вас просто как куколку замуровал сатана я же материала вам скинул и там написано когда мы молимся кому позвонить чтобы вас приняли ознакомьтесь с правилами очень простые учись молчать у нас какие девушки вы посмотрели бы вахнул просто она армянка но так до того она активно на краем ухо я услышал уже в работу включилась а это такое то у меня счета в голове каша я говорил что я мне много добра сделал прокурор край генерал-лейтенант но его сейчас нету здесь а она там работает как работе со у генерала и она ему сказала он готов меня знакомый в алтайском край генерал я позвоню чтобы его нашли мне ход то того генерала от было от благодарить что он нам помогал заступался я на краю света людей нахожу кто мне добро сделал у меня чрезвычайно развито чувство благодарности это возвышает человека так библию в руки бери и сразу начинает считать прямо сейчас только закончим разговаривать библию бери помолись перекрестись руки вы мои начинай считать новый завет найди где новый завет закладочку сделай и начиная по порядку считать что непонятные вопросы будешь пока ко мне обращаться и все станет на место у тебя сразу кругозор другой зрение другое будет к работе к людям все по кому будет потому что там дано небесный закон спустился на землю у меня не берут из-за фотографии я писал несколько дней назад уже ну вот и хорошо ты там когда тебя будут забирать ты только не придуряйся а просто мы че все время от какого они поймут куда дурака призвали то в дурдом а из дурдома то через неделю дома будешь ну куда в армию то куда спецоперации в украине молодых то людей будут берут туда и тебя могут загрести когда людей мало смотри какой парень то здоровый тебя научат прыгать биться ты будешь как боец как федор мимляненко понял давай спасибо большое аллилуйя библию сразу купи если денег нет у мамы попроси на библию она даст ваша есть я скачал ваши материалы я уже читал ваша мама очень хорошая она любит вас с береги ее чтобы одному не остаться никогда не огорчая и и всего хорошего мы говорим спаси христос спаси христос говори всегда а спасибо но ничего не значит так все отошел с богом дорогой мой евгений давай с богом